приветствую всех мои родные любимые христолюбчики все моему сердцу дорогие братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого хорошего самого блага во все сферы вашей жизни сердца прежде всего в душе которых мы сегодня поговорим в домаши в семье вашего вся сфера жизни вашему прежде всего внутри вас всем желаю небесного царства божьего царства рая которого потом вы получите вне сегодня мы с вами об этом и поговорим ролик я назвал царствие божье внутри вас есть вами же творимая да естественно опираюсь я на слова иисуса перед и нам через евангелие только заметь сегодня во первых я несколько вещей опять похожу первое что библия сейчас это же евангелие лишь буквы на бумажке и вы знаете каждый их переводит и перетолковывает до нас доносит так как ему угодно об этом надо не забивать но прежде чем поговорить об этом небесном царстве да давайте мы с вами почитаем то место о котором идет речь ничего вырывать из контекста не будем возьмем весь отрывок целиком это 17 глава от луки если бы не было этого в луке кстати этого нету больше ни в одном из евангелий чтобы мы тогда делали 17 глава с 20 стиха по 20 по 37 откуда это его прямо спрашивали оказывается вы уже спрошен фарисеями ну естественно знаем и каково фарисеев все время спрашивали искушая подкалывая лишь бы в чем-то уличить истина не искали бы уже спрошен фарисеями когда придет царство божие отвечал им фарисеем не придет царство божие приметным образом и не скажет вот она здесь или вот она там ибо царство божие почему так почему она не придет приметным образом видимо не скажет вот она здесь или она там да потому что она внутри вас есть царство божие внутрь вас есть давайте сразу здесь параллельно чтобы не разбить речи иисуса мы почитаем с вами как это в новом русском переводе однажды фарисеи спросили иисуса когда придет божье царство он отвечал божье царство не придет зримым образом никто не сможет сказать вот она здесь или она там потому что божье царство внутрь вас а знаете что думать я сейчас оговорился оговорился но не оговорился специально так сказал не внутрь а вот новый русский перевод держит как среди вас вот что такое среди вокруг вас что имели ввиду те кто переводили вы знаете я к новому русскому переводу отношусь точно так же как и к синодельному у меня есть к нему и претензии и наоборот похвала да во первых слово среди имеется да посреди но опять же не сказал по среди вас в каком плане посреди вас среди множество вас то есть она посередине то есть все что вас окружает или она посреди каждого из вас будут среди каждого слово посреди кто знает кто там этим и логистикой изучал среди это посередине то есть принципе то же самое внутрь и вас и к сожалению я считаю что новый русский перевод совсем Совсем неправильно перевел. Ну, в смысле, или не совсем правильно выразился. Не было смысла тут отходить от синодального, так скажем. Там правильно. Внутрь вас есть. И тут даже уже слово «вас» множество число, оно никак, слово «внутрь» не может исказить. Потому что внутри, понятно, что каждого из вас не надо добавлять, потому что внутренность у каждого одна. А вот посреди вас, среди вас, между вами, это не то. А вот внутрь вас правильный смысл. Хотя и слово «среди», кто знает, я говорю, его, если правильно перевести, ну, хотя бы надо посередине вас. Ну, здесь как-то не переведи, потому что есть среда посередине. Потому что можно как среда, наоборот, что вас окружает. Когда ты говоришь «посередине», это то, что, наоборот, по центру, по центру вас. Но тут не подходит, потому что дальше идет множественное местоимение. И я вот не знаю, зачем они изгалялись. Иногда они что-то делают хорошо в новом русском периоде. Здесь сделано ужасно. Потому что убирает весь правильный смысл. Давайте здесь теперь прочитаем до конца, а потом перейдем к новому русскому переводу. Потом сказал ученикам. Почему он ученикам? Ведь его спросили о внешнем небе, Божьем Царстве. А Иисус ответил о внутреннем. Ну, потому что они его искушали. Почему мы сейчас видим такую цепочку? Ведь ученикам он скажет реально о внешнем Божьем Царстве. Потому что, чтобы узреть внешнее Божье Царство, надо сначала сделать внутреннее. И стать его достойным. Чтобы войти в него, как Иисус сказал, нужно вообще сначала на пир попасть. На свадебные. Нужно сначала в брачную одежду облечься. Вот и все. Туда можно попасть? Можно. Восстанут во второе пришествие Иисуса Христа в первое воскресенье все веруны. Иисус об этом постоянно говорил. На брачном пире с женихом появятся все. Только те. Я уже устал от этих все Иисуса притчей. Если в одном месте собрать, когда я все время говорю о суде над христианами, что протестанты просто с православными, с католиками выкинули. Почему говорю даже православные с католиками, кто знает, они вроде как не отвергают. Но они почему-то говорят, что мы уповаем на милость Божию. На какую милость? Вы получите то, что есть. Милость, не милость. Бог никого не наказывает и никого не милует. Каждый получает, как Иисус об этом говорил, достойное того, что он есть. Это просто является всем наружу. И самому этому человеку становится явным. Да он и так это в этой жизни уже знает, чего он достойный и кто он есть на самом деле. Просто это еще видно, очевидно становится для всех. И для него самого. Потому что мы все в себя можем в зеркало в этой жизни посмотреть и видеть. Красивый я или урод. Грязный или чистый. Там это будет то же самое. Поверьте, там и зеркала будет и все. И ты будешь видеть, кто ты есть на самом деле. Потому что это все явится. Вот и все. Как здесь видно уродство человека, грязь. Так же там потом на новом теле все это будет видно. Ну и естественно будет видно всем окружающим. Бог никого не милует, никого не прощает, никого не наказывает. Каждый человек получает должное возмездие по своим делам. Вот и все. Почему он рассказывает это ученикам? Вот именно поэтому. А кто не в брачной одежде, можно попасть на брачный пир. Можно. Только если ты будешь не в брачной одежде, тебя выбросят в отьму вмешанную. Вот и все. Все эти бредни протестантов, это полная хинея. Нет никакого черно-белого, нетеряемого спасения по вере. Это лживое учение псевдо-христианства под названием протестантизм. Запомните это навсегда. И не обманывайтесь. Не обманитесь. Как я скажу словами апостола Павла, Бог поругаем не бывает из его великолепного послания к Галатийской церкви, чем он его заканчивает. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Он говорит, каждый получит, что посеет, он говорит, то и пожнет. Сеющий в доброе добро делает, творящий добро, от добра пожнет жизнь вечную. Сеющий в злое, а христиане делают и то, и то. И каждый день ты волен выбирать, будучи веруном и то, и то. Все станет сразу ясно. Придет такое время, но ученикам он рассказывает. А как он сказал? Вам дано знать тайны Царства Небесные. Ну почему? Потому что если ты облекаешься в праздничную одежду, конечно же Господь тебе и расскажет. И где пир, и какой он будет, и что будет. И он увидит. Придет такое время, когда вы захотите увидеть хотя бы один из ней сына человеческого, но не увидите. Вам будут говорить, но он рассказывает уже о последних временах. Вот он там, беря за основание вот этот вот вопрос, и рассказывает ученикам о последних временах. Или вот он здесь. Но вы бегите, но вы не бегите смотреть. Потому что как блеск молнии освещает небо от края до края, так будет и сын человеческий в день, когда он придет. Но прежде ему предстоит вытерпеть много страданий и быть отвернутым этим поколением. Но как было в дни Ноя, так будет и во дни сына человеческого. Люди ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, когда Ной вошел в ковчег, потом пришел потоп и всех уничтожил. То же самое было и во дни Лоты. Люди ели, пили, покупали и продавали, сажали и строили. Но в день, когда Лот покинул садом, с неба пролились дождь огнем и серо, и всех уничтожили. Так же будет и в день, когда явится сын человеческий. В тот день, если кто окажется на крыше, а его вещи в доме, пусть он не спускается вниз за вещами. Кто в поле, пусть не возвращается. Помните жену Лота. Кто пытается сохранить свою жизнь, тот потеряет ее. И кто потеряет свою жизнь, эту телесную, за меня, тот сохранит ее. Говорю вам, что в ту ночь будут двое на одной постели. Один будет взят, другой оставлен. И две женщины будут вместе молоть, и одна будет взята, и другая оставлена. Две женщины будут вместе молоть зерно, и одна будет взята, и другая оставлена. И будут два человека в поле, и один будет взят, а другой оставлен. Где Господи? Спросили они. Иисус ответил. Где труп? Там соберутся истервятники. Давайте еще раз прочитаем это в синодальном переводе. Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть сына человеческого, и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там. Не ходите, не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет сын человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом этим. И как было в одни Ной, так будет и в одни сына человеческого. Ели и пили, женились, выходили замуж, до того дня, как пошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лоты. Ели и пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда сын человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам в ту ночь. Будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. Мне хочется сказать по этому поводу. Что у баптистов, по-моему, эта особая линия загнута. Вот они ждут уже на чемоданах. Они там проповедуют свое лживое богословие о том, что церковь будет восхищена до какой-то великой скорби. Это вообще не согласуется ни с книгой откровений, ни с Евангелием. Даже здесь они там бодрствуют, вечно бодрствуют. Надо не проспать явление Иисуса. Слушайте, тут написано, Иисус говорит, что даже спать будут, ну, естественно, Иисус говорил о мужу и жене на одной постели, кто спят. Двое и дети, особенно раньше, раньше бедные, нищие, понятно, все на одной кровати, и муж, и жена, и дети там грелись друг от друга, как овечки, да, в стадо взбиваются. Ну, тут двое, понятно, муж и жена, и пожалуйста, и оба спать будут. Не один же будет сидеть и вот так ночами глаза в небо таращить, и потом весь день работать. Естественно, он спит, и ничего. Господь говорит о том, что он даже спящих пробудет, тех, кто достоин, да, тех, кто верили, хотя бы ожидали жениха, а там по делам уже будет, да. Это я тоже тем просто хочется, как всегда, обличить эту ересь. Это все полная чушь, это никак не согласуется с учением, что спите спокойно, я вот что хочу сказать, с утра на работу, так что спите спокойно, и днем, и ночью, и днем, если вы там работаете в ночные или вечерние смены. Иисус прямо сказал, что даже на постели, ну, тех, кому надо, те проснутся. Но сказали ему на это ученики, где, Господи, все и случилось. Он же сказал, где труп, чей труп, Иисуса, конечно же, там соберутся кто? Орлы. Здесь Иисус приточно, символно говорит о том, что где он распят был, там соберутся кто? Орлы. Орлы, это, конечно, символ святости самых совершенных и святых, ну, как птиц самых летающих высоко. Поэтому где? А где он был, труп? В Иерусалиме. Вот в Иерусалиме, где Иисус был распят и убит, там и соберутся все его святые. Вот мы с вами этот кусочек почитали. Мы теперь с вами узнали, откуда Царство Божие. Но Иисус сказал, потому что он на прямой вопрос, где, где и когда придет, он ответил. Оно придет, но мы цепочку видим после того, как это Царство Божие внутрь тебя будет. Вот мой сегодняшний ролик. Царство Божие внутрь вас кем строится? Ну, естественно, мы знаем все Евангелие. Иисус говорил, делайте, делайте, делайте. Он не говорил, спаситесь по вере, спаситесь по вере, вы спасены по вере, помните эти, как все протестантские проповеди. И вот давай вдалбливать это в голову. Иисус этого никогда не говорил. Иисус говорил, любите, продавайте, творите милостыню, помогайте нуждающимся, благословляйте врагов, благотворите. Мы все это с вами прекрасно помним, да. Оказывается, узнать рай или ад очень легко. У меня есть ролик на этом же канале, на проповеди. Дела, как зеркало души. Хочешь посмотреть, кто ты есть, посмотри на свои дела, это прям такое же зеркало, вот и все. Хочешь узнать, кто ты, каким ты будешь красивым там в Царстве Небесном, ты посмотри, чем ты живешь, что ты делаешь, что ты делаешь. Ты проповедуешь кому-нибудь, ты светишь, ты хотя бы что-то делаешь, перепощиваешь чьи-нибудь, хотя бы вот мои ролики, да, если ты сам не умеешь говорить. Ты Евангелие, ты о ком ты говоришь, об истине? В свободе. Просто ты с кем не говоришь о любви, не ссылаясь, может быть, на Евангелие, на Иисуса, о том, что нужно творить добро. Ты же детей своих учишь, учишь, а родители, может, они не знают истин. Ты же знаешь, как они живут. Им никакого дела никогда до истины не было. Ну, так плохо, хорошо любят любящих. А дальше-то что? Это разве Евангелие, это разве истина? А любовь к посторонним, так называемым, к ближним, как их Иисус назвал. А там он в притче показал, что это посторонний человек был. А любовь к врагам. А о бессмертии, ты говоришь, в свободной форме. Может, не ссылаться на воскресенье, Иисус. Может, они не верующие язычники. Ну, ты так об этом говоришь, почему ты так живешь. Почему-то какие-то поступки, наверняка тебе вопрос задают, почему ты так сделал. Ты что, дурак? Ты зачем ему подал или еще что-то? А ты что, не боишься? А ты что, не лечишься? Ты скажи, почему. Ты что, бессмертный обычно? Говорит, ты что это сделал? Ты что, бессмертный? Там бросился спасать кого-то. Скажешь, да, я бессмертный. А ты? Ты тоже. Вы говорите с кем-нибудь о любви, о свободе, о бессмертии. Что когда человек избирает зло, он говорит, ну, у меня выбора нет. Вот я там на работе. Ну, понимаешь, мне надо было своровать там вот дома. Ребенок голодный, ты говоришь, как ты свободен? Ты свободен. Ты не можешь делать счастье свое на костях, на слезах, на боли любого живого существа на этой планете. Не можешь. У тебя всегда есть выбор. Умри, не сделай зла. Вы свободны с кем-нибудь говорите об этом. Вот ваши дела. Что вы делаете? Вы сами-то исполняете евангельские заповеди? Любите ли врагов, посторонних, любящих даже? Но правильно, как вы любите? Потворство во всем зле? Они убивают, и вы убиваете? Или вы говорите, ну да, ну что ж, ну да, ну и молчите. Разве так Иисус сделал? Разве так Иисус любил любящих? Разве он и любящих не обличал? Обличал светом истины. Говорил, кто, матерь моя и братья мои, кто исполняет заповеди? Кто живет по Евангелию? Вот кто. Мне брат и сестра, и матерь. Очень легко понять, что у человека внутри. Тьма или свет? Легче некуда просто посмотреть на дела человеческие. Очень легко посмотреть, что там внутри. Я вот у нее тьму вижу у одной девушки. А у второй я вижу, смотрите, там какой горизонт. Надо было еще все вокруг зарисовать. Ну, надо быть, там не будет видно в сердечке, что у нее. А сейчас очень хорошо видно. Там прекрасный закат или восход. Солнышко, лужаечка, цветочки, бабочки. Очень легко посмотреть и увидеть, какое у нее царство невестное, к чему она стремится. А вот у этой что у нее внутри? Спасена по вере? Да у нее и жизнь такая. Проповедует? Нет. Добрые дела творит? Нет. Что делает? Я спасен по вере. Я спасена по вере. Все. Ешь, пей, веселись. Это ее царство. Там не будет Христа в ее царстве. Там будет одинокая избушка. Кто ее ждет? Она кому добра? Кто ее добрым словом на этой земле вспомнит? Или его? Кто? Многим людям вы добра сделали в этой жизни. Кто вас вспомнит? Какое твое царство небесное? А вот хорошая картинка. Слушайте, вот там на заднем фоне, как раз, если через передок посмотреть, это вот как раз ваш обитель. Господь сказал Иисус, у Отца Моего обителей много, а если нет, иду устроить. Точно так же, это же символ, Иисус всегда говорил языком. Обителей там много. Каждый делает свое небесное царство. Вот ваш обитель на заднем фоне. Вы пожираете трупы вами убитых или вами оплаченных убийства животных. Вон она, скотобойня. Это ваш обитель. Это то, о чем вы мечтаете. Это то, что у вас внутри. Через ваше дело я вижу вашу обитель. Почему я вам говорю, мы вместе не будем там. Вы не будете там с Иисусом. Иисус не разделывал животных. Он не убивал их, и не разделывал, и не пожирал их. Его не будет. Ваша обитель, вы получите то, что вы достойны. То, чего вы хотите. Вон она, ваша обитель, на заднем фоне. Через ваши дела, через ваше сердце можно посмотреть. И вы там будете. И с такими же вы там будете. Вот и все. Вы сами себе эту обитель сделали. Собственными руками спроектировали. И построили. Вы получите то, что вы хотите. Это ваше небесное царство. Человек. Иисус прекрасную фразу сказал. Царство Божие внутри вас есть. Все, что у вас внутри, потом как телеэкран, оно просто проявится в вашей жизни. Господь вам по плоти, так скажем, даст все, что у вас внутри. Все ваши желания. Вот ваши желания. Это все творится. Скотобойния существует только потому, что вы это проповедуете. Вы это покупаете. Она существует только из-за вас. Если вы этого не будете делать, нет. Животные в клетке живут только потому, что вы ходите в цирки. Во всякие зоопарки. Только поэтому вы пролонгируете, так скажем, покупаете это ихнее рабство. Вы его спонсируете. Это пожизненное ихнее заключение. Вы, если бы это не использовалось спросом, никто бы их ни в какой клетке никогда не держал. Не возил бы по всем городам. Это ваше небесное царство. Это ваша обитель. Там один страх и ужас. Там нет ничего доброго. Вот и все. Посмотреть в небесное царство и в себя, кто там будет. Это вот вы будете. Вот так вот по голову в крови. И вот в этом вот небесном царстве. В вашем этом небесном царстве. Ну я, если честно, для меня это ад просто. Ну, Бог вас поместит туда, куда вы хотите. Вы же этого хотите. Вы же этим. Я говорю, не думайте, что вы закрыли глаза, просто за это платите, и вы в этом не участвуете. Я уже много раз говорил. Лицемерием. Вы не просто в этом участвуете. Это еще хуже, как Иисус говорил. Он больше всего, мы видим, в Евангелии терпеть не мог лицемеров, в которой суть украшенные гробики, а внутри просто мерзость. Вот и все. Вы еще хуже. Вы мните. Вас другие о вас думают, что вы хорошие. А я вас прямо говорю, кто вы есть. Вы убийцы. Вы мерзостные и ужасные. У вас нет ничего хорошего. Поэтому я даже с вами говорю, за одним столом и есть не хочу. Это вы. Я-то вижу эту мерзость в ваших гробах, окрашенных. Какие бы вы ни говорили, что бы вы там ни делали. И нельзя одной рукой делать хорошо, другой плохо. Христианин – это человек, совершенный во всем. Без порока. Нет на нем никакого порока. Никакого. Вот и все. Вот и все. И вот эти вот спасенные, поверим. Слушай, давай поможем. Человек обратился ко мне. Помощь нужна. Давай. Никакого дела нет. Никакого дела. Сборы объявляю. Ребят, по 100 рублей давайте. Ты меня ненавидишь. Я тебе не нравлюсь. Человеку нужна помощь. Человек голодает. В кредиты залез. Долги. Семьи. Дети. Ни в чем не повинные. Ну, мало ли там, мамашка накосячила. Никакой реакции. Ноль. Два-три человека. Пять отреагируют. Все. Ролик смотрю, посмотрело 100 человек. Какая реакция? Нулевая. Кто ты есть? Какое там обильное, какой там небесное царство в тебе? Посмотрите на свои дела. Ваше небесное царство, оно ждет вас. Я сомневаюсь, что оно будет вот этой прекрасной лужайкой. Я думаю, что это будет такая же безразличная черная тьма. Ну, черная она вряд ли будет. Там будет полный наборчик всего того, чего вы заслуживаете. Вот и все. Вот такой мой сегодняшний ролик. Хочу, чтобы вы это поняли. Об этом всем Иисус говорил. Все, что я делаю. Я ничего не говорю, чего не говорил Иисус. Вот приукрашаю вам. Раз у вас, может быть, какая-то бедная фантазия, я записываю такие ролики, чтобы у вас чуть-чуть поиграло в голове. Иисус все это мы с вами только что прочитали, сказал прямо. Гоняться, бегать, где там это небесное царство, когда Иисус придет. Верить в Иисуса – это вообще не добродетель. Человек создан по образу и подобию своего Создателя. И Бог ни в кого не верит. Даже в Иисуса Христа, представляете, Он Сам и есть Он. Желаю вам всяческого совершенства, после, естественно, покаяния. Прежде сотворить покаяние, достойные дела. Эти дела начнут свидетельствовать за вас и светить. Ну, а потом от избытка сердца, от избытка жизни, я вас уверяю, на опыте собственной жизни, у вас заговорят уста. Потому что вы и молчите, потому что вы ничего не делаете. Когда начнете делать, вы не сможете молчать, наоборот. Вот и все. Убедитесь в этом чудном законе просто. Вот и все. На сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. Всех живущих по евангельским заповедям я нежно целую, крепко обнимаю. А со всеми остальными пока просто прощаюсь. Пока-пока. До встречи в следующих роликах. Можете не ставить ни лайки, ни делиться. Я уже к этому давно привык. Конечно, обличения, они неприятны. Они режут. Такое нас уже. Разрушают наши иллюзии. Мне так хорошо в теплой ванечке сиделось. А тут ты тыкаешь. Ладно, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok